Дорогие друзья, огромнейший всем приветик! Сегодня отличный день, потому что у меня пополнение в моей коллекции гаджетов для пельменей. Все, конечно же, знают отлично вот эту круглую советскую пельменицу, на которой у меня есть видео, и есть целая куча отзывов на нее. Но сегодня у меня будет обзор на вот такую советскую пельменицу, вообще просто, чрезвычайно редкую, я первый раз ее вижу в жизни. Хотя я очень много пересмотрел фото разных пельменниц и видео. Как вы можете видеть, у нее очень необычная форма шестигранника. Если здесь она круглая, то здесь все это обточено. Видимо, это сделано для экономии металла. Также мы видим, что у нее отсутствуют ножки. Мы видим, что здесь есть ножки, на которых стоит наша пельменица стандартная. Здесь они отсутствуют, то есть она полностью кладется на поверхность стола. В принципе, она достаточно устойчива, потому что ее очень хорошо обточили на заводе. Мы можем видеть здесь риски. Сейчас я вам покажу. Вот, мы можем видеть, что ее очень хорошо обточили. Вот эти выемки, это, я так понял, для рук, чтобы ее можно было брать. То есть, вот так вот ее берут. Потому что она, ну, совершенно без всяких каких-либо ручек сделаны вот такие вот выемочки. И здесь мы можем также видеть клеймо завода. К сожалению, мне досталось без упаковки, поэтому я не знаю ни года выпуска, ни завода-изготовителя. Но вот это клеймо, я думаю, что это должно обозначать завод, на котором оно изготовлено. Если кто-то знает, что это значит, напишите в комментариях. И, конечно же, цена 2 рубля 30 копеек. То есть, мы можем определенно сказать, что это выпущено после денежной реформы 1961 года. Вот. Что можно еще визуально сказать? Ну, достаточно все добротно сделано. Несмотря на плохое литье, оно, так сказать, подпилено. То есть, сейчас я могу вам где-то показать. Смотрите, какие глубокие ячейки, во-первых. Во-вторых, мы можем видеть здесь, да, какие-то вот там вот огрехи внутри где-то есть. Вот здесь вот мы можем посмотреть огрех в литье. Вот. Но, тем не менее, все вот такое вот оно нормально, гладенько. То есть, ее на станочке там подточили. Я думаю, что она не была долго в использовании. Может быть, один-два раза ее использовали, потому что все такое прям свеженькое. Кстати говоря, вот все вот участки поверхности тоже такие ровненькие прям. Я думаю, что она должна будет очень хорошо вырезать наши пельмени. Вот. Ну, все, завод, это не кустарное. То есть, видно, кстати говоря, вот здесь грех в литье. Видно. Вот ее точили, обтачивали. Вот. Ну, такая, в общем-то, выглядит она очень так вот внушительно. Она тяжелая. Сейчас мы ее завесим, кстати говоря. Так, давайте попробуем завесить стандартную пельменницу. Я надеюсь, она не перекроет батареи. Сейчас я попробую так подвинуть, чтобы было видно. Вот, смотрите. Стандартная круглая весит килограмм и 62 с чем-то грамма. Стандартная пельменница на ножках. Наша эксклюзивная, редкая, весит. О, ну, так же она весит. Килограмм и там 40 с чем-то грамм. Но учитывая того, что она обточена, нету ножек, то толщина металла здесь больше, по всей видимости. Ну, что ж, я думаю, мы достаточно рассмотрели визуально нашу чудо-пельменницу. Или еще можно сказать, что это планшет для пельменей. И такие названия есть. И, в принципе, они, наверное, как бы более научные. Потом я сделаю видео и расскажу о классификации различных гаджетов для пельменей, какие бывают. Вот, наша пельменница, как мы привыкли ее называть. Хотя, в принципе, пельменница – это такая емкость, куда кладутся пельмени фарфоровые, типа кастрюльки. Она у нас обычно называется пельменницей. Ну, как бы, более это правильно называть, скажем так. Ну, что ж, мы сейчас будем раскатывать тесто. И я просто в нетерпении хочу попробовать ее в работе. Вот. Будем раскатывать тесто. Так, ребятки, раскатали пласт теста на тесто раскатки. Сейчас мы припылеем нижний слой получше. Итак, мы будем работать, наверное, вот здесь, где-то посередине. Постараемся охватить как можно больше ячеек. Ну, наверное, вот так вот мы охватим вот этим. На эту, к сожалению, уже не хватило теста. Так. Раскладываем начиночку. Ать. Два. Три. И последний. Есть. Накрываем вторым слоем тесто. Прижимаем чутка, чтобы фарш не заезжал в края. Это самое главное. Если он туда заедет, то все. Чуть-чуть еще скалочкой прикатаем, чтобы тоже наметить края, как бы. Наметили. Ну, и, в принципе, уже можно с нажимом катать. С нажимом, но аккуратно. Так, чтобы края не заезжали. Иначе они тоже испортятся. Поверхность хорошая, ровная. Видно сразу, они все прорезаются. Ну, в принципе, вот, в общем-то и все. С нажимом прокатали. Снимаем лишнее. Раз. Два. Это мы будем второй раз раскатывать. Ну, что же. Посмотрим, что у нас получилось. Будут ли они выскакивать. Раз. Ну, в принципе, вот они все и выскочили практически. Только два застряли немножечко. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Сейчас я их все переверну. Что ж, дорогие друзья, вот у нас результат. Конечно, выпрыгнули хорошо, но пришлось очень сильно все припылить. Как вы видите, от этого, как бы, эстетический вид немного пострадал. Также здесь у нас, в общем-то, ну, края такие тоже где-то ровные, где-то не очень ровные. Тоже в плане эстетики немного страдает. Но, как бы, что можно сказать в плюс? То, что она рабочая. У нас все получилось, они все вышли. В этом плане все нормально. То есть, такая вот пельменница. Очень даже рабочая. Можно сказать, в каком-то плане удобная. Особенно для тех, кто будет катать тесто скалкой на весь круг. Я думаю, удобно. Удобно работать, она не пляшет. Она ровно лежит на столе. Она устойчивая, хорошо она отрегулирована. То есть, ее обточили прям ровненько. Такая вот, в общем-то, замечательная вещь. Замечательная обновочка в моей коллекции. Просто чудо. Ну что же, сварим пельмени и посмотрим, что у нас получилось в вареном виде. Ну что же, водичка закипела. Закидываем наши пельмешки. У меня часто спрашивают, где купить вот эти советские гаджеты для пельменей. Вот. Конечно же, они уже не производятся. И я покупаю все на Авито. Последние свои гаджеты я покупаю у одного и того же человека. Он содержит, ну, что-то типа какого-то комиссионного магазина. И на Авито все это продает. Мужчина, зовут его Олег. И вот я у него уже более года покупаю всякие пельменицы, пистолеты и так далее. Ссылочка будет в описании. Ну, а мы пока варим наши пельмешки. Вот пельмешки-то и готовы. Что у нас получилось? Смотрим. А, красавцы! Чудно. Ни один не развалился вроде бы. Ну, что же, дорогие друзья, вот и результат нашей работы. Пельмени в готовом виде. Вот так вот они у нас выглядят. Может быть, не совсем презентабельно получилось, но плюс-минус, так сказать, ничего. Ничего, как говорится. Нормальненько. Как мы можем видеть, края все хорошо залепляются. Никаких проблемчиков тут нет. Ну, в принципе, стандартный шестигранничек, как у любой, в принципе, пельменицы. Ну, что же, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых обзоров на гаджеты для пельменей. Также заходите в пельменную группу, там можно пообщаться, посмотреть не только видео, но и картинки, фотки, поделиться своим опытом, ну и посмотреть мои рецепты. Ну, что же, все, всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!